Всем привет! Сегодня у нас покупочки Fixed Price. Набрала я опять покупки, но взяла все нужное, все что мне нужно. Взяла вот такое жидкое моющее средство для стирки, для цветного белья. Есть некоторые виды тканей, которые рекомендуется стирать моющим жидким средством. Ну, я хотела взять там дешевый прогресс, а зашла в Fixed Price, посмотрела гель для стирки цветных тканей. Думаю, надо попробовать. Сколько стоит? Этот гель стоит 55 рублей. Дальше. Пергамент для выпечки. У меня как раз бумага для выпечки закончилась, вот как раз тогда, когда я делала запеканку. И теперь завелась бумагой, и можно запеканку, и кучу запеканок делать, и пироги, и все. 50 рублей стоит бумага. А еще для запеканки я взяла силиконовую формочку. Вот теперь я могу делать хоть полкило творога, хоть даже там на 300 грамм творога. То есть, вот наливаю в эту формочку, и все. И она удобна. С ней будет все это выкладывать. Также запеканка, пироги там, или что-нибудь другое. Куличи. Вот такая формочка попалась, я взяла. Формочка стоит 99 рублей. Силиконовая. Вот такие влажные салфетки я взяла для внука. Они у нас постоянно используются. И вот уже закончились. Я взяла вот такую большую пачку. Ее надолго хватает. 50 рублей всего лишь. А еще я взяла крем для рук, ног, тела. В общем, для тела я взяла этот крем. Потому что кожу нужно увлажнять. И после купания хорошо ее смазывать кремом. Особенно для людей уже более старшего возраста. Крем этот стоит 55 рублей. В общем, для рук, для тела, для ног, для всего тела. Для всего. Взяла я для внучка еще вот такую вот с наклеечками книжечку. Как раз ему по возрасту подходит. И мы будем с ним, когда играться, заниматься. Вот эти вот наклеечки будем наклеивать. Это кружочки. Там бывают еще капельки, другие. Вот разных цветов кружочки. И мы будем их наклеивать, подбирать по цвету. Он в цветах уже разбирается. И вот будем с ним по цветам подбирать. Напеим. Книжечка эта стоит 55 рублей. Еще я взяла две тетрадочки в линеечку. Ну, тетрадочки эти нужны мне. Потому что мне приходится много писать, конспектировать что-то. И просто такая бумага обычная на выброс. И она легкая, не общая тетрадь. В сумке таскаю с собой. Поэтому по 2,70 эти тетрадки. В общем, дешево. Попались, взяла. Взяла еще батарейки мизинчиковые. Они недорого стоят. Но их здесь много. 10 штук. Вот жалко, пальчиковых не попалось. Надо было бы еще пальчиковые взять. Потому что батарейки приходится часто везде использовать. Постоянно они нужны. Батарейки 55 рублей стоят. Это недорого. Для 10 штук. Вообще дешево. Взяла вот такую заколочку для волос. А то у меня было 2 заколочки такого вот размера. Одна вообще сломалась, а у другой... Ну, сломалась другая наполовину. Взяла новую. Надо ее открыть. Как раз по цвету розовенькая не подходит. Вот такая розовенькая заколочка. Видите, 50 рублей стоит. Раз ее заколола. А еще, девочки, я взяла 2 консервные банки. Вот эта банка, это сельдь натуральная, с добавлением масла. Это как раз делать мимозу. Ну, вот пусть она у меня будет, как захочу мимозу. Она у меня уже будет дома лежать. Сельдь стоит 27,50. А вот вторая консервная банка. Как вы думаете, что здесь? Я удивилась, когда прочитала, что здесь находятся мужские носки. Брестские мужские носки. Это Белоруссия выпускает. Я сначала думаю, зачем мне нужны носки в банке. Почему в банке? И думаю, ну, это, наверное, какой-то такой сюрприз, знаете, подарить или что. Хотя, с другой стороны, думаю, если носки хорошие, они могут мне пригодиться. И, в общем, думала, брать, не брать. Сначала ушла от них. Потом вернулась, думаю, возьму. Вот просто любопытство уже разобрала вверх. Но носки эти стоят 99 рублей. Но я хочу сейчас вместе с вами эту баночку открыть. И посмотреть. Что за носки тут лежат? Носки взяла своего размера. Так. Ну, носки, как носки. В общем, нормальные. Черные, обычные носки. Буду носить, а что делать? Буду носить. Там единственное, что не написано, состав. Но, судя по ощущениям, ну, обычные носки. То есть, как хлопок с добавлением, обычно чего там добавляют? Вискоза или что? Для того, чтобы они тянулись. А так они, на ощущение, мягенькие. Нормальные такие, обычные носки. Вот. Буду носить. Попробую. Будут еще одни носки. А то у меня старые уже и носились. А еще, девчата, вот я такую штучку купила для ноутбука. Я ее уже распаковала, потому что я ее уже включала. Попробовала, как она там горит, светит. Это, знаете, нужно для чего? Если в комнате вы сидите допоздна с ноутбуком, например, а кто-то в комнате спит и уже свет, лампа выключена, чтобы видеть клавиатуру, здесь светодиодные лампочки и USB подключение идет. В общем, будет она нормально светить. А, кстати говоря, еще я хочу сейчас ее попробовать включить просто в вилку USB. Может быть, она от розетки будет нормально работать. Сейчас проверим. Ну вот, на компьютере она прекрасно подсвечивает клавиатуру. Все видно. Ее можно вставить и согнуть, как вам удобно, чтобы было хорошо она сгибается. В общем, классная штука. А еще такую лампочку можно использовать как светильничек. Я воткнула ее в розетку и все, она работает прекрасно. Ну вот и все. Все мои покупочки закончились. Я вам все показала. Если вам понравилось мое видео, если было интересным, полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok